Доброго времени суток. Мы продолжаем серию лекций «Материя Америка». Доктора Джоза Айсека, сегодняшняя тема «Этуза». Здравствуйте, сегодняшний вебинар состоится 1 марта в 17.30 по московскому времени. Тема будет под Афилом. Следующий вебинар будет происходить на 1 марта в 17.30 по московскому времени. Топик будет под Афилом. Доктор Джоз, пожалуйста, начинайте. Спасибо. Мы с вами продолжаем наши семинары по детским препаратам. И наша тема сегодня «Этуза-синапия». Также ее называют собачьей петрушкой. Она относится к семейству зонтичных. И как обычно растительные препараты, они дают очень быструю реакцию во многих состояний. И преимущественно это острый препарат. В наши дни мы знаем, что многие дети сейчас рождаются с разными видами аллергий. Аллергия на глютен. Диарий аллергий. На молочные продукты. И вот таким образом есть множество аллергенов. Но в основном аллерген нас не беспокоит. Но что мы смотрим, это симптомы, которые вызывает этот аллерген. И выбор нашего препарата зависит от симптоматики. Но не от аллергена. Мы знаем, что большинство аллергенов вызывают респиратурные жалобы. Следующая система – это система ЖКТ, на которой проявляются симптомы. И в третью очередь аллергия проявляется на коже. И у этузы основная проблема – это желудочная аллергия. И аллергеном здесь выступают молочные продукты или молоко. Как мы знаем, этуза – это детский препарат. Основная проблема наступает у детей, когда они выпивают молоко. Через какое-то время у них начинается рвота. Вомитение of curd-like thick milk. И от этого появился ключевой симптом – рвота от молока или от молочных продуктов. И обычно это наступает во время прорезывания зубов или в жаркую летнюю погоду. Но им нравится пить молоко. Они продолжают, несмотря на то, что молоко у них через какое-то время выходит вот такой творожистой массой. Все равно они снова повторяют. После вот этой работы они все равно продолжают пить молоко. Несмотря на то, что они не переносят молока. Они снова и снова его выпивают. И еще одна важная вещь – у этих людей отсутствует жажда. У них желание молока, но нет жажды воды или чего-то других напитков. И вот это вот такой особенный симптом. И иногда рвота бывает зеленоватой. И таким образом ребенок во время прорезывания зубов в жаркую летнюю погоду, если его вырвало после приема молока, то это этуза. И этузу можно назначать как младенцам, так и детям до 10 лет. И второй момент – обычно эти дети, они в общем очень слабы. Они не могут стоять. Они не могут даже держать голову. То есть у них можете наблюдать очень сильную слабость. Прострацию и сонливость. Кент нам описывает историю ребенка, которые, или вот эти дети, они выпивают молоко, засыпают, потом у них наступает рвота, потом опять они выпивают молоко, засыпают, потом опять у них наступает рвота. Еще один момент про этих детей – это у них идиотия, то есть они не могут думать. И они всегда в смущении. И у них отсутствует ясность мышления. То есть у них все время вот такое вот замешательство умственное. И ребенок выглядит так, как будто у него тревога и боль. И еще один симптом, который мы наблюдаем у этузы – это герпетические высыпания на кончике носа. Потом пятый симптом – это этузы – один из основных препаратов при эпилепсии у младенцев. Как все вы знаете, у эпилепсии есть четыре стадии. Самый важный признак этузы при эпилепсии – это Глядя на ауру при эпилепсии, вы уже можете назначить этузу. Аура у этузы – это зажатые большие пальцы рук и глаза опущенные вниз. То есть они видят эту ауру и понимают, что вот уже эпилепсия началась. Потом есть и другие симптомы – это как замерзшие и расширенные зрачки. Помниг от the mouth. Пена у рта. Локтый jaw. Зажатая челюсть. Повышенный пульс. И это вот другие вещи, которые мы наблюдаем при эпилепсии у этузы. Это вот пять основных симптомов у этузы, которые мы назначаем в клинике. Потом еще важный симптом – вот эта непереносимость молока, если это происходит у взрослого человека. Вообще, Кент очень хорошо объясняет эту ситуацию в последнем параграфе своей лекции про этузу. Такой же вид в непереносимости молока, если мы видим у взрослых. Какой же это препарат? Кент писал, что это натриум карбоникум. Это означает, что непереносимость молока у взрослых с рвотой – это натриум карбоникум. Может быть, этот препарат можно использовать для людей, для взрослых. У которых непереносимость молока, молочных продуктов. Then, coming to the modalities. Потом, переходя к модальностям. Of course, the modalities – aggravation from milk. И, конечно, модальность укушения от молока. Then, after eating or drinking. Потом, после еды или питья. And thirstless. И отсутствие жажды. So, these are the things, which we have to keep in mind, for which we prescribe этуза. И вот это вот вещи, которые мы должны держать в голове – это те симптомы, на которые мы назначаем этузу. Этуза – это очень малый препарат. But this is the remedy, which you have to think of first, when a child cannot tolerate milk. Но это препарат, о котором вы должны в первую очередь подумать, когда ребенок не переносит молоко. So, here, one more remedy is coming to my mind. Здесь у меня в голову приходит еще один препарат. That is alumina. Это alumina. Alumina has this peculiar symptom that they cannot tolerate this baby food like milk. Like artificial baby food. А у alumina есть особенный симптом – это дети, которые не переносят вот этого детского питания. So, any milk product, other than the breast milk, produces diarrhea and vomiting in children, then it is alumina. Если любой молочный продукт, если это не молоко матери, то тогда это вызывает рвоту и диарею, тогда это alumina. That is why the prominent, the main symptom of alumina is diarrhea, gastrointestinal symptoms of bottle-fed babies. Поэтому у alumina, как бы, ключевой симптом – это нарушение ЖКТ у детей на искусственном скармливании. И когда люди меняют, вот, отлучают от груди и дают искусственное скармливание, то обычно наступают вот такие проблемы ЖКТ. И, преимущественно, это запор. That's why the particular symptom came – constipation of bottle-fed babies. Поэтому появился такой особенный симптом – alumina – это запор у детей на искусственном скармливании. So, that is the most important symptom, one of the most important symptoms, for which we give alumina in children. И это один из самых важных симптомов, которые мы видим у alumina для детей. So, basically, what we have to know is, ethusa is the remedy for vomiting from milk. И основное, что мы должны знать, что этуза – это препарат при рвоте от молока у детей. And for the same, in adults, we can give natrium-carb. И на то же состояние у взрослых мы можем назначить natrium-carb. Then the next level is constipation of bottle-fed babies. Потом, следующий уровень – это запор у детей на искусственном скармливании. That is alumina. Это alumina. One more remedy is there, having intolerance to milk is magnesium-carb. Есть еще один препарат, у которого есть непереносимость молока – это магнезия-carb. In fact, the group which does not tolerate milk is magnesium. Вообще, группа препаратов, которые не переносят молока – это группа магнезия. And in magnesium-carb, what we see is frog spawned like stool. У магнезии-carb, мы наблюдаем стул, как на лягушачьем пруду. То есть такая пена, как лягушачья икра. Которая, он плавает на воде, этот стул. Как вот на лягушачьем пруду плавает икра лягушачьей. So these are the main symptoms of etusa. И это основные симптомы etusa. For the benefit of the people who came late. Для тех людей, которые к нам позже присоединились. Repeat the five symptoms, for which we usually prescribe etusa. Я повторю пять симптомов, на которые мы обычно назначаем эту тузу. First one. Первое. Vomiting from milk. Rvota от молока. Second. Great weakness, prostration. Второе – это очень сильная слабость и прострация. Third. Idiocy and cannot think or confuse. Третье – это идиотия, они не могут думать, они смущение ума. Fourth one is herpetic eruptions on the tip of the nose. Четвертая жалоба – это герпетические высыпания на кончике носа. And the fifth is epilepsy. И пятая – это эпилепсия. With a clung to thumbs aura. С аурой в качестве зажатых больших пальцев рук. And the eyes turn downwards. И глаза, которые опущены вниз. So most of the time we prescribe on the aura in epilepsy. Sorry, Dr. John, say it again. After the time we prescribe on epilepsy, taking into consideration the aura. И очень часто мы назначаем на эпилепсию, учитывая ауру. Or symptoms manifested during the aura stage of epilepsy. Или учитывая симптомы, которые проявляются во время ауру при эпилепсии. I think it is clear and this is a short track, so no more to say. Мне кажется, все ясно. Это небольшой препарат и больше нечего про него рассказывать. Our intention of this webinar is to impress upon our doctors the prescribing points in each remedy. Да, и наше намерение это именно рассказать все основные симптомы, на которые мы назначаем этузу в практике. Сейчас, я думаю, мы можем перейти к сессии вопросов и ответов. Спасибо. 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 Спасибо.